МЧС Период паводка подходит к концу, перед сотрудниками МЧС уже поставлена новая задача, теперь им предстоит готовиться к весенне-летнему сезону, а именно привести в порядок технику на случай чрезвычайных ситуаций и возможных пожаров. Об этом на проводивом селекторном совещании сотрудников МЧС Периангаря сказал главный спасатель Саянска Владимир Шенгин. На территории города Саянской зимы и Зиминского района управлением агентства лесного хозяйства, лесхоза, проводятся плановые отжиги сухой травы до предотвращения возникновения пожаров, начала пожароопасного периода. То есть по городу Саянску, по городу Зимей происходят несанкционированные поджоги травы, это имеется в виду, может быть, населением или посторонними лицами, неустановленными лицами. Подразделения пожарной охраны уже выезжают. В период прохождения паводка в области работало несколько оперативных групп. Спасатели отметили, что сильного наводнения на этот раз бояться не стоит. Погода минувшей зимой была вполне благоприятной. Были несанкционированы переправы ледовые, но Гимск, который находится на нашей территории, то есть они проводят эту работу, то есть при обнаружении несанкционированного ледового переправа, то есть выставляются знаки, делают заградительные барьеры, проводились. На сегодняшний день лед в районе рек Зима, Ака, то есть в районе моста в село Самара, то есть проведено уже пилиние льда около моста, то есть чернение льда для того, чтобы не было заторов. То есть на этот год по прогнозам у нас не прогнозируется подтопление, потому что лед по сравнению с прошлым годом, то есть тонкий, сейчас уже рыхлый лед становится, то есть в ближайшее время, то есть ориентировочно 15-20 апреля, то есть может быть ледоход у нас уже, но подтопление как такового, то есть на территории Зиминского района не прогнозируется. Сегодня создана группировка сил и средств, в состав которой вошли представители лесного хозяйства. В помощь спасателям представлены дополнительные единицы техники. Помимо этого в области для предупреждения лесных пожаров будет использован самолет, который предназначен для ведения воздушной разведки. К пожароопасному периоду подразделения готовы в этом году, то есть в агентство лесного хозяйства пожароопасному периоду готовится, лесхоз, то есть ангарское объединение, в сегодняшний день называется у нас лесхоз, на территории Зиминского района. То есть проведены комиссии по джиджичным ситуациям на территории города Саянск, города Зимы, то есть руководителям предприятий поставлены задачи по подготовке к пожароопасному периоду, то есть подготовлена техника, то есть заключаются договора на сегодняшний день с Зиминским лесхозом. Особое внимание уделяется садово-дачным кооперативам. На прошлой неделе в администрации города спасатели провели совещание, на которое были приглашены председатели садоводств. При администрации города Саянска было проведено совещание с председателем садово-дачных кооперативов, то есть часть председателей присутствовала на данном совещании, то есть под председателем Пиркова Юрия Сергеевича, заместителем города Саянска проводилось данное совещание. То есть перед председателем поставлена задача, то есть то же самое по подготовке к лесопожарному периоду. Учитывая итоги прошлого года, глава МЧС дал ряд поручений. К примеру, лесхозам необходимо привести в готовность имеющиеся в распоряжении технику, предназначенную для тушения огня. Особое внимание, как и прежде, будет уделено детским оздоровительным учреждениям, находящимся в лесных массивах. На этот период в прошлом году было зарегистрировано у нас по 25-30 выездов в сутки. То есть это имеется в виду Саян, Зима и Зиминский район. То есть на сегодняшний день 5 выездов. То есть в связи с тем, что отрицательные температуры, пока минцевые температуры, на прошлый год, на этот же период, то есть были плюсовые температуры. То есть и снежный покров у нас уже в прошлом году сошел, в этом году еще снежный покров местами у нас. То есть особенно на дачах, то есть снег еще не растает. Поэтому сейчас лесхоз принимает активные меры по отжигу травы, дабы предотвратить, то есть распространение пожаров, то есть с полей в лес от дорог отжигать будут. То есть с сегодняшнего дня они будут работать активно уже в этом направлении. Как пояснил Владимир Шангин, сегодня перед органами лесного хозяйства поставлена конкретная цель – обеспечить работу системы охраны, способную противостоять лесным пожарам и предотвращать их катастрофические последствия. Прежде всего это касается профилактики предупреждения лесных пожаров в 2015 году. Редактор субтитров А.Семкин